Вот я включил запись, значит, вот про Смирнову передаю права организатора. Вот, про Смирнову передаю права организатора. Саш, всё, давай, действуй. Саш, давай, включай, я тебе все права дал, я запись включил, всё. Да, всё. Итак, у нас на данный момент 26 человек. Ну что, начинаем вечернюю сессию, вернее, не вечернюю, а дневную сессию. Значит, у нас первый доклад Александра Пархомова. Исследование элементных изотопных изменений в веществе около ламп накаливания. Александр, готов? Да, сейчас загружаю презентацию. Так, мне надо, значит, нажать на зеленую кнопку, и я нахожу свою презентацию. Вот это. Так, и куда она делась? Нажимай на свою кнопочку, да, на этом. Почему-то, Саша, почему-то вот всегда так вот начинает. Потом начало. Так, ну вот. Ну, это, собственно, доклад, он продолжение того доклада, который я делал вчера. Появился автор Карабанов, представитель научной исследовательской центры Синтез Тех. Делали все эти анализы. Вот, он, конечно, сыграл очень важную роль. Хотя, всегда вот делать анализы, это всегда большая проблема. Трудно расшифровывать. Но я постарался успеть, что успел, что было докладом. Ну, я, значит, сначала все-таки кратко напомню, о чем шла речь на прошлом докладе, и откуда все это проистекает. Это проистекает от идеи о том, что, вот, при, если, значит, вещество имеет достаточно большую температуру, ну, порядка нескольких тысяч градусов, то при столкновении частиц этого вещества могут рождаться нейтринно-антинейтринные пары, поскольку масса этих нейтринно-антинейтринных, как стало известно в последнее время, очень маленькая. Этих столкновений очень много, поэтому и даже при малой вероятности образования этих пар, их может образовываться очень много. И они реагируют с окружающим веществом, и, значит, в этом случае происходят ядерные трансмутации, избыточное тепловоделение. Ну, это все описано вот в этой статье. Еще есть одна очень важная статья. Я запустил там чутерную программу, которая пыталась, значит, имела целью оценить, сколько же вообще может образовываться нуклидов в такого рода процессах. Ну, вот, если даже взять простейший процесс, когда вовлекается два атома вещества, из них получается тоже два атома вещества с выделением энергии, то, в общем-то, получается, что компьютерная программа обнаружила вот примерно 700 тысяч вариантов преобразований такого типа, преобразования двух атомов одного типа в другую атома другого. Ну, здесь соблюдается закон сохранения заряда, закон сохранения, значит, числа барионного заряда, то есть числа анохронов и так далее. Все здесь соблюдается, то есть это возможно. Но при каких условиях может? Обычно вот такие реакции не наблюдаются. Почему? Потому что нейтрина, обычная, в которой имеют физики-ядерщики, имеет малую длину волны Дебройля и фактически может взаимодействовать только с одним ядром. А нейтрина, которая возникает в результате тепловодородского удаления, имеет очень малую энергию. Они имеют большую длину волны Дебройля. Именно волна, длина волны Дебройля определяет область взаимодействия. И поэтому область взаимодействия начинает уже охватывать много частиц одновременно. И вот такие реакции становятся возможны. Ну, и это только вот простейшие реакции. На самом деле могут взаимодействовать и не только два атома, может быть, значительно больше атомов. Вот такая идея. Ну, вот такая получилась таблица. Она в формате селя, поэтому можно сортировать, выбирать то, что нам надо. Вот здесь показано три кусочка из этой огромной таблицы. Вот самые легкие вещества. Допустим, водород может реагировать сбором. Ну, еще разумевается электрон и нейтрина. Получается гелий и литий. Или вот, например, кислород реагирует с алюминием, получает эзотерий и калий. Ну, и такого очень много. Вот я нашел очень интересный кусочек в этой таблице. Смотрите, ртуть. Ртуть интересна тем, что у нее много изотопов. У нее, сейчас скажу, семь, по-моему, изотопов. И вот при взаимодействии изотопов одного изотопа с другим, ртутные все, ртутные изотопы, получается, смотрите, здесь есть генеральский набор. Золото, платино и ритий. И чего вы хотите? Вот это вот очень интересно. Вот я сминаю средневековых алхимиков. Почему-то они именно дота пытались добывать именно из ртути. Говорят, даже кто-то добивался успеха. Не знаю, насколько это верно. Так, ну, смотрите дальше. Ну, вот речь шла в прошлом докладе о реакторе нового типа. Значит, имеется в виду, что источником агента, который вызывает ядерные трансфутации, является горячий металл или флотная флага. В прежних реакторах было, вместе находилось и топливо, и вот этот вот источник агента. Поэтому снаружи приходилось делать теплоизоляцию или окружающие среда делать теплоизоляцию. Ну, короче говоря, теплоизоляция снижает мощность, которая требуется для разогрева, но в то же время препятствует отводу тепла. Поэтому оптимальные конструкции было невозможно получить. Ну, а здесь появилась идея о том, что можно источник этого агента отделить теплоизоляцией от топлива. Поэтому нагревать можно легко металл, который находится внутри, а топливо находится снаружи, и с него легко отводить тепло. Ну, вот первый эксперимент, о котором я расскажу сегодня. Ну, вот в качестве представителя такого вот нового типа реактора нужно использовать лампу накаливания. Я об этом рассказывал в прошлом закладе, ну, в частности, вот лампу накаливания вот такие трубочки. И такая трубочка была, значит, размещена в кварцевой трубе, через которую протачивался 10-процентный раствор калия НО-3. Ну, раствор, поскольку очень быстро этот раствор нагревался, этот раствор циркулировал, и он охлаждался, проходя через теплообедник. Реактор работал 20 часов, припотребляемой мощностью около 450 Ватт. Ну, вот видите, эта мощность значительно больше номинальной мощности 300 Ватт на этой лампе. Почему это необходимо? Во-первых, потому что на воздухе, когда эта лампа используется, внешняя стенка разогревается до высокой температуры, и поэтому снижается мощность необходимой для нагрева нити. А когда он находится в воде, в растворе, то стенки значительно более холодные, поэтому для нагрева нити до такой же температуры требуется значительно большая мощность. Кроме того, для того, чтобы процесс шел интенсивно, нужно разогревать нить до более высоких температур, чем это обычно бывает в такого рода лампах. Потому что избыточное тепло, именно избыточным теплом определяются ожидаемые эффекты, и оно возрастает резко с повышением температуры. Ну и что получилось? Значит, для анализа использовалось две методики. Рентгеноклорицентный анализ и массоспектральный анализ ICP-MS. Оно это, значит, в горячую аргоновую плазму впрыгивается на створоту вещества, и, значит, оно поступает на массоспектральный. Ну, смотрите, что получается. Получилось очень много таких элементов, содержание которых очень сильно возросло. В десятки раз, или даже, допустим, в алюминии в 300 раз возросло. Ну, можно посмотреть, обратиться в таблицу, о которой я говорил, и посмотреть, в связи с чем же могли происходить такие вот трансформации. Вот образование лития, например. Вот литий может образоваться, ну, во-первых, из чего? Что может образоваться? Значит, у нас есть калий, у нас есть азот, у нас есть кислород, ну, еще и в воде есть водород. Значит, вот если литий может образоваться при реагировании азота с калием. Вот, и разные изотопы калия могут создавать разные изотопы лития, соответственно. Магний может образовываться при реагировании азота с кислородом. Алюминий может образоваться при реагировании азота с калием. Ну, и много, как всегда, образовывалось очень много кальция, да? Кальция может образоваться при реагировании азота с калием. Ну, и, соответственно, с электроном. Ну, эта реакция какая-то очень неинтересная, поскольку калия, вот это вот, 41-го, естественной смеси, очень мало. Поэтому напрашивается вот такая идея. А вот смотри, если калий, 39-й, реагирует с противом, с водородом, получается калий, 40, да еще выделяется энергия. Вот мы можем вспомнить Луи Кироврано. Он как раз вот этой реакцией пытался объяснить, почему курица несет яйца, содержащие очень много кальция, если ее вообще кальцием накормить. Вот, ну, здесь такая проблема, ему сразу сказать. Ну, во-первых, значит, здесь два положительно заряженных ядра. Луновский барьер не позволяет им сливаться, как известно. Все физики об этом прекрасно знают. Первое. Второе. Вот эти 8, 8 МФ. Если бы действительно такая реакция шла, то курица, она бы не только испарилась, но там бы произошло что-то вроде ядерного взрыва. Ну, на самом деле, не так. Но здесь дело в том, что вот эта реакция, она может идти не только по каналу таких вот электромагнитных столкновений и сильных взаимодействий. Она может идти по каналу слабых взаимодействий с участием нейтринов. Откуда там нейтрины могут взяться? Температуры никакой нет, высокой. Но нейтрины возникают... Не важно температуру иметь, но важно, чтобы процесс шел... Какие-то были процессы, за которых характерна энергия порядка одного электронного воздуха. Вот такие процессы, они идут в химических реакциях, особенно в биохимических реакциях, поэтому вполне вероятно, что, значит, вот эти вот нейтрины, антиметрины возникают и реакция идет по каналу слабых взаимодействий. При этом получается вот что, нейтрина очень малых энергий взаимодействует с этими вот двумя ядрами, именно при малых энергиях можно охватить взаимодействие с этой ядрой. Вот это и происходит. Возникает, значит, ядро кальция и нейтрина, потому что для баланса по электронному заряду необходимо, чтобы... Где-то была нейтрина. Если с одной стороны нейтрина, то и с другой стороны должны быть нейтрины. Но здесь, смотрите, возникает нейтрина уже не такой малой энергии, а возникает нейтрина большой энергии. Почему? Потому что если в системе двух частиц выделяется какая-то энергия, то в соответствии с законом сохранения импульса, значит, длинную долю энергии набирает та частица, которая имеет малую массу. Здесь мы видим, что малую массу имеет нейтрина, а кальция имеет, по сравнению с нейтрина, гигантскую большую массу. Поэтому практически всю энергию уносит возникающая нейтрина. И снимается, таким образом снимается проблема, значит, лоновского барьера и снимается проблема такого испределения туризма. Это такое немножко ответвление в сторону, но очень, по-моему, интересное. Вот второй эксперимент. Вот такая же лампочка, о которой шла речь в предыдущем, когда я говорил о предыдущем эксперименте. Она была обернута лентой и склала свинец полого. Ну, это, значит, вот эта лампа была подложена в сосуд с водой. Эта вода тоже пропачивалась. В качестве системы охлаждения используется демиевит, вентилятор. Ну, и здесь видим еще насос, который пропачивал эту воду. Ну, употребляемая мощность была, в данном случае, около 480 ватт. Ну, удалось измерить также избыточную мощность, которая была на уровне 50-80 ватт. То есть, где-то на уровне 10% употребляемой мощности. Эта система работала 40 часов. И вот что мы наработали. Вот видите, тоже образовалось очень-очень много всяких, ну, так сказать, образовалось. Всегда где-то любые элементы, где-то в какой-то концентрации сходяются. Но содержание возросло очень многих элементов. Здесь перечислено целый ряд элементов, но этих на самом деле еще больше. Тех элементов, содержание которых сильно возросло. Вот опять смотрите, опять вот очень сильно возросло содержание вольфрама. Очень сильно возросло содержание кальция. Вот смотрите, если мы посмотрим, что может... Да, вот, смотрите, что происходит. Вот почему вольфрам интересен. Вот мы заглянем в ту таблицу, о которой я говорил, и посмотрим, как может образоваться вольфрам из олова и свинца. Ну, здесь очень интересно, важно то, что олова – это элемент, который имеет фактически наибольшее количество стабильных изотопов. И свинец тоже имеет немало изотопов, по-моему, 4 изотопа у свинца. И вот эта комбинация вот этих вот различных изотопов может давать большую комбинацию изотопов вольфрамов. Вольфрам тоже вещество, которое имеет много изотопов. Вот, по-моему, опять у него изотопов. И вот видите, что сможет из олова и свинца, в принципе, вот в соответствии с теми реакциями, о которых я рассказывал, может возникать вольфрам. Ну, еще возникает попутный вонтанк, который почему-то мы не увидели в анализе. Но он просто, видимо, не определялся. Ну, теперь, что интересно. Вот смотрите, здесь олова. Вот олова, я вам уже сказал, имеет очень много изотопов. Поэтому у него много возможностей при образовании самого себя. И в самом себе. Вот смотрите, получается очень хорошо. И просто из олова получается серебро. И тилу. Ну, и кармию еще хорошо получается. И вот мы все это, вот эти вот те элементы. И если посмотреть, можно на каждый элемент найти в этой таблице соответствующий путь их возникновения. Ну, вот третий вот эксперимент. Вот тоже такая же лампа. Но, правда, меньше мощности без лампы используют в виде трубочки. Она погружалась в воду и в разные растворы. И в данном случае, вот описан эксперимент, когда здесь было добавлено 90 миллилитров воды, 14 граммов дисмутата натрия. Ну, высота натрия, вещество в воде нерастворимое. Поэтому, когда вода забурлила, закипела, это образовалась суспенция, малопрозрачная для света. И оно, и это вот кипело на протяжении 20 часов. И потом был бел ананас. Ну, что, во-первых, сразу вот раствор, который был, то есть выпал осадок и осталась вот жидкость. До того, как, значит, был вначале исходный, исходный растворитель была здесь и ровная вода. Теперь вот это вот, то, что получилось, я выпалил и получился вот такое вот вещество из раствора. Ну, естественно, еще было осталось. Эти вот две фракции анализировались раздельно. И у них, ну, соответственно, получился разный состав. Ну, и мы видим, что везде появилось очень много элементов разных, опять-таки. Вот мы видим, что много вольтрава возникло. Ну, платина она исходна там была, поэтому трудности здесь появилась она или нет. Вот, и опять много фракция появилось. Ну, там, пал появился. Ну, вот смотрите, что тут может происходить. Опять-таки, в соответствии вот с той таблицей, которая была рассчитана на компьютере. Ну, пальцы возникают... Ну, во-первых, что здесь можно сказать? Здесь, в отличие от тех экспериментов, где было, каждое вещество содержало множество изотопов. И висмут состоит из одного изотопа, и натрий состоит из одного изотопа. И поэтому здесь возможностей намного меньше для перекомбинации ухлона. Но, тем не менее, если еще привлечь, значит, кислород и азот, то можно получить все вот эти вот реакции, которые могут порождать вольфрам, допустим. Ну, можно использовать другие вещества. Ну, вот видите, что здесь как раз получается вольфрам именно в комбинации с кальцием. Это вот как раз те вещества, которые здесь представлены, образование которых произошло наиболее интенсивно. Ну, собственно, вот я уже сказал все, что хотел, но это сделаем блюдо. Анализ изменений элементного состава веществе вокруг ламп на калии показал существенное возрастание содержания ряда химических элементов. Наличие таких изменений наряду с обнаруженным избыточным тепловыделением доказывает, что распаленные металлы излучают агент, инициирующий ядерные трансформации в окружающем веществе. В соответствии обнаруженной с информацией, возможным ядерным реакциям, иницируем нейтрины, ну или антинейтрины, указывает на то, что этим агентом являются нейтрины и антинейтрины. Ну, здесь указана статья, где вот можно прочитать об этом многообразовательных лидах. А если кому интересно вот эту статью, интересно этот файл получить в свое распоряжение для анализа того, что может происходить, я могу прислать специально ко мне, если вы обратитесь. Ну, все, спасибо. Спасибо. Так, какие вот вопросы? Я-то вижу, Анатолий Климовзин дает вопрос. Прошу вас. Александр, слышно меня, нет? Слышно, слышно. Александр, у меня два вопроса. Один маленький, значит, один большой. Так вот, с маленького я начну. Значит, вот у вас брались соли, а вот в чистой воде, так сказать, вы делали эксперимент, и все-таки что-то там рождалось на, так сказать, вот, ну, допустим, в первой серии экспериментов, когда там использовалась у вас какая-то селитра, зачем она нужна в чистой воде? Да, 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 да. Значит, совершенно, да, такой вопрос хороший, я это, конечно, делал. Дистиллированную, вот если взять дистиллированную воду и в ней гонять вот такие вот, значит, такое вот, такие лампы на шаливание долгое время, то, значит, так вот на глаз ничего не видно. Если выпалить, то получается осадок, но очень-очень такой сладкий. Вещество даже трудно нас крестить для того, чтобы делать аналог. Ну, почему? Значит, потому что вот тогда вода, вот если можно расписать возможные реакции, то наиболее вероятная реакция является H2O, превращается в изотоп кислорода тоже. Обычный кислород этой О16, а этот кислород О18. Вот эта вот реакция, она должна быть наибольшее, наиболее интенсивной, и поэтому просто вот этот кислород, он в воде растворяется или уходит в воду. Поэтому, ну, а другие возможные реакции, в том числе с появлением железа, это уже более сложный. А насчет кальция, так сказать, кальция же полно, так сказать, мне кажется, должно образовываться и в дистиллированной воде. Образуются и в дистиллированной там железо, но вот так вот не получается. Очень много получается, если вода не дистиллированная, а водопроводная. Там уже процессы идут, и быстро нарабатывается прошло. Но она не чистая, а дистиллированная, это интересно. Ну и второй вопрос. Второй вопрос более сложный, в расчет вашей модели. Но вот если вы возьмете просто кусок метрала, зачем его нагревать? Там вот электронопроводимости на уровне, на поверхности ферми, граница энергии ферми, 10 электрон вольт. Казалось бы, там этих нейтрино, видимо-невидимо, рождаются. И они тогда должны охлаждать, уносят эту энергию, охлаждать метрал. Но мы же не видим, хотя энергия электронов в проводимости превышает 2 мц в квадрат для нейтрино. Должны рождаться по вашей модели. Их нету. Ну, вообще, странный вопрос. Вот электроны, они должны иметь достаточно большую энергию. Они сталкиваются со свеяными решетками. Поэтому возникает проводимость. Это мы хорошо знаем. При столкновении должны рождаться вот эти пара, значит, порог превышен. Пара нейтрения этих самых холодных нейтрейна. Где они? При обычной температуре эти электроны, они имеют энергию 0,25 электронов вольтов. Энергия ферми, 10 электронов вольтов. Причем тут энергия не ферми. Ну, такая энергия реальная, которая, значит, столкновение при взаимных столкновениях и столкновениями с атомной исторической решеткой. Они же по статистике ферми, они заполняют весь континуум от 0 до 10 электронов вольт. Ну, понимаете? Ну, ерунда, как получается. Ну, они заполняют континуум, но они заполняют вот эти 10 электронов вольт, когда мы, соответственно, и нагреем. Конечно, даже и при комнатной температуре, и все остальные частицы, которые такой энергией обладают. Мы очень мало. Давайте лучше оставим этот спор на вечер. Вечером будет больше времени для обсуждения. Следующий вопрос. Евгений Андреев, прошу вас. Спасибо. У меня вопрос к докладчику. Мне очень нравятся ваши экспериментальные подходы и попытки моделирования. Но сечение взаимодействия нейтрина – это порядка 10 в 47-й. А для того, чтобы проходили все ваши реакции, нужна вероятность порядка единицы. Как вы планируете убрать вот эту вот разницу в 47-десятичных порядках? На эти вопросы я уже много раз отвечал. Конечно, этот вопрос возникает у тех ядерных реакций, которые имеют дело с нейтрино, которые возникают в ядерных реакциях, имеют энергию там мырную. Здесь вот очень важно то, о чем я говорил. Надо вспомнить, что это уже частицы, которые имеют энергию. Лучше даже говорить о скорости движения, потому что они уже нереативистскими становятся. У них становится длина волны Гебруэля большая. Ну, порядка микрона. И что это дает? Это дает то, что область взаимодействия охватывает огромное число атомов вещества. Даже не ядер, а атомов вещества. В отличие от вот тех нейтрино, которые возникают в нем мырных энергий. У них длина волны Гебруэля имеет порядок величины ядра или даже меньше. Поэтому они могут взаимодействовать только с одним ядром или даже только с одним наклоном в ядре. И, соответственно, возникает вероятность взаимодействия с участком резко возрастает. Резко, несомненно возрастает. Но те сечения, о которых говорят, они только при высоких энергиях измерены. А в этих энергиях ничего не известно. О чем мы речь? Давайте сказать, никаких экспериментов о том, какой действительности. Тут даже нельзя говорить о течении взаимодействия. Потому что взаимодействие происходит макроскопически, а не микроскопически. Подобно тому, как свет, допустим, взаимодействует с участком. Или даже радиоволны взаимодействуют с участком. Здесь совсем другие механизмы работают. Спасибо. Следующий вопрос. Дмитрий Баранов. Саша, вот в курсе очень красивой реакции, когда висмут разваливается на платину 198 и бор. Просто вот точно-точно попадает. Вот этим занимался Мурахтанов. Мы с ним сотрудничали, стреляли висмутными пулями. И он в этих обломках находил вроде платину, но и бор. Даже опубликовал это. Не нужно. Ну, кто-то платину в бор находил. А у меня вон сколько-то чего он нахуй. Ну, ладно. Следующий вопрос, наверное, последний. Виктор Панчелюга. Александр Георгиевич, а вы, вот когда анализировали элементный состав, вы не пробовали делать контрольный опыт? То есть, просто вот эту вашу жидкость прогонять такое же время без включенной лампы и посмотреть, вот что с ней будет? Ну, честно говоря, я этого сделать не пробовал. Но я думаю, что очень много кто этого делал и не видел изменений. Ну, просто таким образом можно оценить загрязнение. У вас же очень трудно сделать идеально чистым все. Ну, ну, как, а какие могут быть загрязнения? Ну, кремния из стекла, там, что еще может быть? Углерод может быть, там, и хлор какой-то из проводов может выйти. Ну, я этого и не видел даже. Ну, тогда второй вопрос. У вас вот интенсивность потока нейтрина, она как-то зависит от массы нагретого тела? То есть... Ну, я думаю, что пропорционально масса. А тогда, ну, вот какие-нибудь стали плавильные цеха, где это все в огромных объемах нагрето до высоких температур? Ну, да, да, там, я думаю, много их идет. Ну, вы видите, чтобы накопилось много новых элементов, надо, чтобы вот этот процесс шел достаточно долго. Если процесс стали плавения длится там несколько часов, то, может быть, просто не успевает накопиться много. Ну, кстати, вот ведь вот эта вот футировка, вот окружение этих, там, где плавится металл, не служит долго. Оно довольно часто приходится и менять. Может быть, именно из-за того, что там происходит вот такого рода изменение. Но никто, я думаю, не анализировал на появление новых вот таких вот элементов. Спасибо. Если было бы интересно, было бы, да, сделать такой анализ. Так, я думаю, что с вопросами можно закончить. У меня еще есть комментарий. А, давай-ка. Я только не знаю кнопку, где нажать. Да, у меня завтра будет презентация, где я буду рассчитывать массу магнитного монополия. И, по моему мнению, масса магнитного монополия тоже довольно низкая. Потому что моя комментария, что интересно было бы хорошо посмотреть и разобраться, что, когда говорим о нейтрину, когда о монополии. Потому что масса там тоже очень низкая. Да, да, это интересный вопрос. Это комментарий или вопрос. Потому что есть идея о том, что на самом деле нейтрина может входить, преобразовываться в иную, более активную форму. В частности, если приобретать литмина от поля, я об этом где-то считал. Да. Спасибо. Так, значит, мы заканчиваем ответы вопроса на первый доклад. У нас по второму докладу должен был выступить Джен из Китая, я так понимаю, но у него проблемы со здоровьем. И вместо него Александр Георгиевич согласился сказать пару слов. Прошу вас, Александр Георгиевич. Ну, тогда я вот выбираю вот эту демонстрацию. Убираю демонстрацию и сейчас это у нас посмотрю, что такое. Демонстрации края. Так, вот у нас вот эта демонстрация. Нет, это не то. Сейчас, вот убрать бы вот это вот. Так, я еще раз нажимаю демонстрацию экрана. А, вот это вот. Вот такую прислал Ди, вот, из Китайской Народной Республики, уважаемый наш коллега. Но, к сожалению, его супруга прислала письмо о том, что у него что-то нехорошо с глазами, он даже не может принимать участие, не только выступать, но и вообще принимал участие. Ну, вот он прислал довольно подробные тезисы своего доклада. Ну, можно, я могу рассказать, о чем идет речь. Так, как бы я вот это пришел на убрать. Ну, а вот можно побольше сделать. Вот, речь идет о следующем. Если я перевел на русский язык, значит, у них была предложена модель резонансного поверхностного захвата. Они пытаются таким образом связать интенсивность появления избыточного тепла с диффузией. Эта связь язык-теории должна иметь прямой линии на полу логарифмическом графике. Вот, смотрите, вот эти вот картинки. Ну, связь, собственно, не температурой, а с единицей, деленной на температуру. Вот здесь отложена единственная температура. И действительно, в трех экспериментах они нашли, что на полу логарифмическом масштабе вот такая зависимость получается линейная, то есть вот оправдывается такая формула, которую они получили в своей теории. Значит, тут три описаны и три использованные эксперимента. Дениса Летса, электролиз, тяжелой воды с палладиумом, которого анализировалось температура температура от 56 до 81 градусов. Эксперимент вот этот, который был семимесячным реактором, там он нашел 10 точек и интервал температур от 1167 до 1856 градусов. И реактор Медзуна, о котором уже мы говорили на этой конференции, он 55 точек он нашел и температура от 24 до 282 градусов по Цельсию. Но почему-то он здесь написал 2H2, который на самом деле там не переиспользовался. Нет, может, просто такая сетчатка. И вот что еще он пишет, что модель леонансного поверхностного захвата основана на модели солнечной энергии биота, то есть слабое взаимодействие. В модели реакции ядерной зачистки сильное взаимодействие. Поэтому нет сильного нейтронного или гамма излучения, сопровождающегося избыточным теплом. И она может работать для материала с высоким зерк, чтобы объяснить данные разных авторов о ядерной консультации. Ну вот видите, здесь интересно, что у них в их моделях такое депрессии образное слабого взаимодействия и сильного взаимодействия. Это очень интересно. Ну, короче говоря, эти вот, значит, зависимости, они, то есть единица на т, но если было т, то была возрастающая зависимость, причем, как я понимаю, экспонициального характера. возрастания наблюдается во многих экспериментах, в том числе вот на тех реакторах, во которых я рассказывал на предыдущем докладе, вот видите, большинство тепловодействия действительно возрастает при росте температуры в одном реакторе, в другом реакторе, также в лампах накаливания, это такая зависимость наблюдалась. Ну, а если мы посмотрим тепловодействие с тем, то есть отношение потребляемой электрической мощности к бывшему тепловоделению, он после какого-то, начиная с какой-то величины температуры, начинает, замедляет рост или даже начинает снижаться. Но это связано с тем, что затраты на нагрев тела при условии температуры очень быстро возрастают, работают в основном теплообмен через излучение, а этот теплообмен возрастает с ростом температуры, как четвертая степень температуры. Вот это вот, видите, мощность нагрева нарастает, это из моей теории следует, что на самом деле избыточное тепловоделение оно растет вот так вот. Оно сначала начиная с температуры какой-то порядка тысячи градусов начинает возрастать, потом при температуре порядка десяти тысяч градусов выходит практически на плату. Ну вот, собственно, вот это о докладе уважаемых питательских коллег и о моем комментарии. Спасибо. Так, ну, наверное, вопросов здесь задавать автора нет, поэтому мы, наверное, примем к сведению и перейдем к третьему докладу. Да, я думаю, обсуждать не стоит. Значит, третий доклад у нас. Метод измерения тепловыделения на основе управляемой математической модели процессов теплообмена цифрового двойника ленера реактора Евдокимов. Имя отчество, не знаю. Так, Юрий Евдокимов, вы готовы? У вас отключен этот я же вам включал его. Да, сейчас меня слышно? Да, сейчас слышно. Юрий Кириллович меня зовут. Юрий Кириллович, хорошо. Загружайте вашу презентацию. Да, сейчас, минуточку. Так, подключиться. Внизу демонстрация экрана. Да, я вижу. Так. Сейчас, стоп. видно меня? Видено? Видно, видно, только включите еще, пожалуйста. А, вот все, отлично. Да. Я представляю, я, кстати, недавно относительно, кстати, я знаю некоторых людей, вот, Александра Георьевича знаю, вот, я участвую заочно-очень, в основном, в семинарах. Ну, вот, решили ему такой доклад выставить, у меня тут есть аспирант, вот. и я просто сначала в качестве преамбула хотел сказать, что вот мы делаем, просто потому что мало меня кто знает, вот. Мы поставили задачу такой повторить и создать вот генератор Росси и Пархомову, репликацию сделать по докладам вот Лугана и Пархомову. Где-то мы в 15-м году мы начали. Второе, хотели мы исследовать странные частицы. И третье, это разработан аналог генератора Росси, уже свой вариант, уже на основе нашего представления о механизме вот генерации вот этой энергии. Ну, и по ходу мы разрабатываем разные стенды автоматизированные для исследований, тестирования вот этих систем. Я просто хотел бы сначала сказать, что вот впервые я столкнулся с флейшманом и японцем в 90-м году. Но не лично получилось, а они не приехали. Была конференция о Чехословакии в Праге в 90-м году. И вот доклад был представлен флейшманом и японцем. Это доклад называется вот 13-й доклад микроэлектродные датчики для измерения пристенной турбулентности. А наш доклад вот 10-й он здесь в этой ручке написан на Нигматуре Недакимов-Вяселев. Это элитические модели границ электрот и электролит и применение в течение здесь измерения потоков. Ну, точнее, турбулентности. И вот я очень надеялся увидеть их, но они, к сожалению, тогда не приехали, потому что начались гонения. А так у них, видите, доклад связан вот с датчиками измерения потоков, турбулентности, точнее. Вот это платин-электроды, вот берется электролит, все рефериционидные системы, и вот датчик работы на принципе конвективной диффузии. И вот мне с этого началось вот этот вот интерес к этим делам. Ну, вот так случилось, что спустя уже много лет мы присоединились к этим исследованиям. Вот значит, вот я говорил, вот пять лет назад я взял к себе на работу Николая Григорьевича Войлова, который уже давно был известен как раз обширными исследованиями в области вот странных частиц. Вот, это вот его стенд слева, две катушки мощные, и внутри дуга зажигает вот схема, здесь вот схема, вот, и здесь вот ставится фотопластина. Но мы добавили здесь так, назад, так, мы добавили здесь еще измерение радиочастотного излучения вот этой, так, что он приключается, радиочастотного излучения вот этой дуги, ну, и одновременно стали исследовать заново вот эти поведения странных частиц, фиксируя их на фотопластинке. Вот, я сначала в общем-то не доверял всему, пока сам не убедился, вот, меня слышно? Прекрасно слышно, говорите, про прекрасно слышно. Да, отлично. И вот здесь мы фиксируем первые вот эти вот следы, эти странные частиц, вот, они довольно простые здесь, довольно простейшие, вот, в шаге один миллиметр, в шаг клетки, вот, видно здесь, и вот я однажды зафиксил очень длинную частицу, длины трек, там, примерно, длиной 60 миллиметров, здесь тут плохо, все ли не видно, контраст, здесь слабый, а вот сам Николай Григорьевич, я должен сказать, это очень хороший человек был, он переписывал лошаком, как раз, к нему из Франции приезжал лошак, как раз, когда была, была идея, что это возможно в монополе, лошак приехал в Казань, стал интересоваться, вот, потом они переписывались, вот, ну, в прошлом году Николай Григорьевич скончался, вот, здесь его, я привел, его, вот, треки полученные, вот здесь, он назвал их кирально-симметричными, видите, значит, здесь кирал от слог рука, значит, вот видите, здесь абсолютно, кажется, похожие, схожие треки частиц, здесь вот тоже, видите, значит, ну, на самом деле, они различают-то чуть-чуть, вот, у нас, у меня такие сохранились, Николай Григорьевич мне передал порядка ста таких разных, вот, треков, очень оригинальных, которые я нигде не видел, я, может, как-нибудь выступлю, вот, как раз с этими картинками, с треками, значит, ну, на другом семинаре, как удастся нам это встретить, я думаю, еще раз, не раз, может быть, вот, ну, репликации мы делали тоже порядка ста разных, значит, у нас вариантов было, вот, есть один из вариантов, вот, показан, это репликации по схеме Росси-Пархомова, я так называю, потому что мы должны, учитывать то, что Пархомов очень много, в общем-то, описал конструкции разных, поэтому я уж, с вашего позволения, опишу через дефис Росси-Пархомова. Ну, здесь пока какой-то очередной эксперимент, диаграмма, временная диаграмма, и здесь вот показан, значит, вот, здесь вот момент, тогда у нас, вот, типа выделения, значит, избыточнее было порядка, вот, шести минут, что такое, мне не понадобится, почему так, так, извиняюсь, вот так, я сейчас здесь, понятно, что-то у меня, по-моему, связь, я все-таки из Казани, еще дальше, связь, да, что-то здесь у меня, извиняюсь, бой какой-то идет, непонятный, непонятно, я, так, Ну, здесь вот мы применяли разные схемы измерения тепловыделения. Вот здесь показан один вариант, дифференциальный метод, когда, вот и хотя бы вот это видно? Видно хорошо, видно все. Дифференциальный метод, когда мы весовым методом фиксируем вот количество испарившейся воды. Ну, здесь единственное, что у нас схема была применена, это линии равного уровня. То есть вода держится одинаково во всех вот этих сосудах охлаждения. И здесь высокой точностью получается, ну, точность определяется высотой менинской воды. И, значит, соответственно, на электронных весах точность до грамма, до полуграмма мы взвешивали вот эту массу испарившейся воды. Но схема довольно сложная, потому что здесь, по сути, идет удвоение аппаратуры. То есть повторить нужно конструкцию. Один реактор с топливом, а другой просто без топлива. И поэтому это довольно сложная система получалась. И труд большой тратился. Значит, и поэтому была выбрана схема другая, когда... Сейчас я попробую запустить. Что такое? А вы что, видео хотите запустить? Не надо его запускать. Нет, не видео. Просто я хочу запустить с текущего положения дальше. Ну, вот мы в результате отошли от... Сейчас, минуточку, я извиняюсь тут почему-то. Вот это фотография, показанная весового контроля. Здесь видно, в принципе, не очень, но видно. Ну, теперь дальше решили сделать такую систему, чтобы сам реактор должен быть в варианте цифрового, в виде цифрового двойника, и сама система реальная. То есть, вот эти возможности у нас появляются. Раньше их нельзя было о них думать, и даже 5 назад об этом нельзя было думать. А сейчас довольно мощные машины, и в то же время можно в реальном масштабе времени просчитывать сложные процессы теплообмена. И вот схема реактора, которая моделировалась у нас с компьютера, и реальность такая же. То есть, здесь стоит система датчиков. То есть, здесь по красным показам КБД есть 4 датчика. Мы обычно 3-4 датчика ставим при контроле температурного поля. Вот. И это, значит, 4 датчика у нас образуют ветор наблюдения, то есть ветор измерения температурного поля. Значит, и сам реактор вот с такими вот параметрами. Значит, метод состоит в чем? Значит, есть реальный реактор, реальный объект, и есть цифровая модель его, значит, которая полностью моделирует вот процессы теплообмена. Дальше сигналы с выхода реактора, то есть датчиков температур, поступают на, значит, поступают, получают здесь... Плохо что-то видно, не пойму, в чем дело. Разница температур. Ну, точнее, разница температур, скажем, в N-точках. Сколько у нас датчиков, столько точек. Получается вектор ошибки. Эпсилон. Дальше эпсилон возводится в квадрат, и формируется функционал ошибки. То есть функционал ошибки, вот он здесь, это как, значит, среднекавратическое отклонение температурного поля от реальной системы и цифровой модели. И дальше регулируются два параметра. Один параметр у нас регулирует, ну, сдает температуру нагрева, спирали. А другой вход у нас имитирует тепловыделение. То есть распределенная модель вот этого тепловыделяющего объема топлива. И вот путем управления добивается вот эквивалентность температуры на выходе модели и на выходе самого реактора. Вот. Ну, это основано на том, что мы достаточно точно можем рассчитывать теперь вот процессы теплообмена. То есть опять. Непонятно. Значит, модель сама включает, учитывать, значит, процессы теплопередачи за счет теплопроводности, конвекции и излучения. Вот здесь показано уравнение, здесь вот это уравнение, значит, потока тепла, как градиент температуры. Вот здесь показано второе уравнение, это уравнение конвекции, учитывать скорость конвективной член, конвективной теплопроводности. А справа здесь два члена, значит, источник теплонагревателя плюс источник теплоты от реактора. Ну и дальше закон, вот, значит, радиации, ну, четвертой степени. Известный закон. Ну, вводятся параметры, вот, реального нагревателя, значит, плотности, значит, вводятся параметры теплопроводности, электропроводности и так далее. То есть все те параметры, ну и геометрия этой системы. Ну и расчет ведется, вот, соответственно, в программе Multisim. Сейчас я тут покажу. Здесь показаны картинки. Что-то такое. Я пропустил. А вот показаны параметры модели. Вот комсоль, пакет программ, это интерактивная среда, позволяющая сейчас совместное уравнение матфизики, совместное уравнение теплопроводности, конвективного теплопереноса, электропроводности и так далее. То есть система уравнений, которая решается совместно. Ну, в данном случае показаны параметры модели. Максимальный размер элементов, здесь народные элементы, 28 миллиметров, а минимальный размер элементов 0,35 миллиметра. Количество элементов порядка 110 тысяч. Временный расчет идет около двух минут при этом. Но, учитывая, что у нас процесс очень инновационный, процесс часами у нас развивается, то мы можем довольно две минуты, это получается, вы считаете, реальные масштабы времени. Это время еще можно сократить, мы это ищем, как это сделать, чтобы в динамике совсем, уже большей динамики смотреть за полем, за тепловыделением. Ну, здесь показаны картинки, вот этой, значит, модели. Вот они показаны здесь. Ну, по сути, на этом я закончил, да, вот спасибо за внимание. И все в порядке. Если будут вопросы, пожалуйста. Саша, поздно, давай, действуй, так? Товарищ закончил демонстрацию. Пардон, извините, у меня был отключен звук. Анатолий Климов, прошу вас. Анатолий Климов. А, у него тоже отключен звук. Это ты там что-то такое намудрился, отключение. Всех отключи. Да, я его никогда не отключал. Это что-то... Да, это я пока задам вопрос, потому что у меня вроде работает, значит, вот Юрий. Ну, все-таки вы так рассказывали, извините, без отчества, потому что что-то отчество пропадает. Юрий Кириллович, ну, мне достаточно Юрий. Ну, мы тут все до такого возраста уже, что вы не обидитесь на Юрия. Вот, вопрос, все-таки, еще раз. Четко, толково объясните, сравниваете физическую и математическую модель, что в результате получается? Вот вы так и не сказали, вот словами скажите, что получается в результате сравнения, что является результатом сравнения? При равных параметрах, когда параметры модели и, значит, реальности совпадают, то есть это когда минимум ошибки, функционал ошибки, то при этом у нас введен искусственный тепловыделяющий элемент модели, его мощность сравнивается мощностью... Вот этот вот элемент искусственно введенный, вы считаете избыточной мощностью? Вот простыми словами сказать вот это надо. Все, спасибо. Все бы понятно, да. Ответ получен. Ну, можно мне? Сейчас включен вроде. Пожалуйста. У меня сейчас конференция. Давай, давай, Толя, ты в эфире. Юрий Кириллович, да? Да, да, да. Дозовите Юрий. Работа Бенукова, безусловно, интересная. Она имеет, конечно, право на существование, так сказать, и я думаю, что модель будет уточняться, и алгоритм будет, так сказать, обновляться. Но вот все, мне кажется, что, значит, ваша модель уж очень сильно простенькая, упрощенная. Ведь факторов неучтенных в ней много. Ну, в частности, там вот топливо, оно явно, так сказать, ну, мы знаем, что в конце образуется шлаг, он неоднородный, он, так сказать, ну, как-то перераспределен по плотности внутри реактора. Вот как вы будете учитывать все это вот, ну, реальное, так сказать, распределение параметров, значит, ну, реактора, топлива, в первую очередь, в своих расчетах. Это же, так сказать, ну, мне кажется, не очень непростое дело. Ну, когда здесь мы, вот, система, мы заменяем вот этого топлива, значит, распределенным нагревателем, который в виде цилиндрика, ну, сколько там занимает места у нас там, скажем, несколько сантиметров, и диаметр там равен этого распределенного тепловыделяющего элемента, ну, диаметру, внутренний диаметр трубки. Нам важно подогнать по мощности тепловыделения, а свойства уже, как он распределенный, уже не играет в роли. Просто эквивалент добиванияся по мощности тепловыделения. Ну, в одной точке вы, допустим, схватили, там, это самое, уменьшили расхождение до нуля, опять реактор перешел в режиме работы в другую точку, у вас расхождение опять попало злее. Потому что у нас здесь не один датчик, здесь мы ставим несколько датчиков. Ну, четыре мало, четыре мало, вы же понимаете, надо чем больше... Нет, четыре мы можем и больше поставить, но можно еще температурное поле фиксировать, допустим, видеокамерой, непростатурной камерой, да, целое поле можно заменить. Да, это уже лучше, это уже лучше. Ну, это все дальше, конечно, все будем развивать. Вот, конечно, мы, вот, я еще один момент скажу, я здесь как-то провел, ну, с ректором Казанского, ну, нашего университета, он тоже в этой команде, в нашей команде. Мы, конечно, ищем вот еще спонсоров. Вот я провел такой доклад перед капиталистами татарстанскими, вот. Ну, они одобрили все, вот, дескать, будем, поможем и так далее. Ну, в результате вот... Чего они дали, как обычно. А так мы, конечно, будем искать дальше, совершенствовать эти. Ну, и тоже из разных материалов, конструктива, там, болты, гайки, все разное, теплоемкость вообще везде разная. Как вот эти вот детали, реакторы, вы будете там, все это невозможно учесть. Это же, так сказать, ну, абсолютно... Речь идет тогда о погрешности, конечно, спрашивается, с какой погрешностью можем мы результат вот добиться вот этой компенсации, что ли, вот такой модели, равной вот реальности. Конечно, здесь надо, чем ведем много параметров. Сейчас довольно, кстати, вот в этом программе, вот этой программе, пакете, можно ввести винты и гайки. Ну, просто усложнится расчет и удлиняется время расчета. Коэффициент серости, там, значит, ну, вы берете, вот, так сказать, излучение, а оно, может быть, так сказать, ну, вот, особенно в плазменных реакторах, оно там неравновесное, там может быть все, что угодно. Я согласен, согласен с ним. Пока вот мы идем по схеме Роси и Пархомова, мы строим вот реактор для него модель. Правда, у нас другие сейчас схемы есть реактор, как раз мы лишь пять лет назад еще нарисовали, я нарисовал, вот, вариант, как у Роси же, да, в принципе, конструкция плазма. Но пока мы вот ищем вот доказательства для наших капиталистов, тепловыделение вот именно по этой схеме, по этой простой схеме. Казалось бы, в авиационных двигателях вам найти, значит, заказчика гораздо проще. И у вас все карты на лицо. Зачем вы рветесь в эту область? Ну, казалось бы, что они ищут. На самом деле, вот не так в реальности здесь. Они вот своими делами, они двигательные занимаются своими, и интерес у них замыкается, по сути, на себя. Спасибо. Саша, простите, я хотел спросить, еще можно? Да, давай, пожалуйста. Да, вот, значит, еще один вопрос, вот я вам задавал, в чем смысл сравнения моделей, мы так пришли к пониманию, я, по крайней мере, понял, что вы ищете, по крайней мере, ищете масштаб источника в результате, сравнивая невязку. Вот вопрос, но вы же делали и физический эксперимент, как я вижу. Да, да. Вот, и несколько лет его делали. Да, наверное, мы реакторов, общей сложности разные там, да. Ну вот, вот, все-таки по существу скажите, что у вас там не по методологии, а по физике получились избыток, или это пока не очень получается? Получались, у нас все время связано с разрушением материала, вот, и все, мы на этом как бы вот, мы не можем подобрать, нет устойчивости получения наших результатов, и вот стабильности, чтобы мы как бы сказали, вот у нас вот как это идет, и так далее. Ответ получен, спасибо. Мы много лет работали в этом, в нашей лаборатории МИС, и знаем ваш этот ответ прекрасно. Вот, это типичное для многих, не только для вас. Это нащупать режим устойчивой работы, когда не разрушается нагреватель и конструкционные элементы. Это тут очень сложно. Спасибо. Следующий вопрос. Виктор Панчелюга, прошу вас. Юрий Кириллович, вы упомянули странные заучения, вот делали вы что-то в этом направлении, и делали что-то в этом направлении Ивойлов после его публикации? Я, значит, скажу следующее. Мы Ивойловым работали вот довольно много, несколько лет, потом он вот умер в прошлом году, к сожалению. Задача была, я задачу ставил чисто прикладную, сделать, раз эта система реальная, и даже есть диаграмма направленности выхода вот этого странного излучения, мы потому что мерили в магнитных полях, то у меня была мысль создать вот этот реальный генератор, реальный работающий генератор, который дает там на выходе странное излучение. Почему так? Потому что Николай Викторович, когда был жив, он говорил, он пробовал водой воду эту пить, давал даже больным. Я, тут у нас есть академик свой, биолог, я договорился даже проявить на лягушках, но у нас, так сказать, потом не сложилась эта вот работа. Вот. На самом деле у него вот регулярное излучение получать с помощью вот этого страны излучения. А так мы где-то порядка полутора лет проводили эксперименты, разные проводили и в воде разряд делали. У нас здесь разряд, мы делали глицерин. Там наиболее эффективный у нас получался выход. Вот. И я думаю, что такой генератор можно сделать, просто сейчас, поскольку это является, возможно, инициатором вот реакции России Пархомова. У нас здесь теория расписана на вот этот счет и использовать вот эти странные странные излучения, странные частицы для инициации вот этой реакции. Устойчивой работы реактор добиться. Спасибо. Саша Просленов, у меня еще вопрос есть. Следующий, значит, Антоний Никитин. Юрий Кириллович, я опять по странным частицам. Вы демонстрировали очень интересный кадр, когда два трека странных частиц были абсолютно симметричные. Да, они почти симметричные, но на самом деле есть различия. Я вам, я целый альбом у нас, я как-нибудь, может, если будет, я покажу вам, ну, в другом. Да, да, да. Да, спасибо, действительно, очень интересно. Спасибо. И скажите, пожалуйста, у вас есть соображения, почему они вот такие образовались? Когда я сам делал эти эксперименты, не асимметричные были только в воде, я в воде, когда делал разряды, я увидел там, но они более тонкие, такие, менее выраженные линии. А когда спросил я Николаю Григорьевичу, говорю, как вот у вас такие получились, он объяснил и того, что поскольку у нас магнитное поле, он считал его все время монополием, это частиц назвал монополием, монополием лошака. Как известно, монополии лошака есть, монополии Дирака, значит, они весом, они, масса у них больше лошака. Это тяжелые более монополии. И вот, значит, он мне сказал, что просто, значит, частицы, как бы, циклически по второму разу могут туда вернуться. Попадая в магнитное поле, значит, делает, как бы, цикл, круг. Потому что это одна и та же частица должна делать, а другая частица уже такой свет не оставит. Непонятно. А как вы посмотрите на такое объяснение? Допустим, у вас две частицы похожие, но разного знака. И в электрическом поле они движутся по разным траекториям, совершенно противоположным. Это не более простое объяснение? Как вы думаете? Может быть, такое, если они, может быть, и такое, если разделяются. Я, вот, если объяснений нет никаких. Понятно. Хорошо, значит, вопрос открыт. Действительно, страшно интересно, что вы показываете. Там еще есть очень интересные фотографии, которые вы еще не видели. Есть, типа, аннигиляции, когда взрыв случается. Ну и разные. Есть подобные, есть кирально-подобные, кирально-симметричные, а есть просто подобные. Хорошо, спасибо. Юрий, если я вам пришлю свой адрес, чтобы вы мне прислали эти картинки, мне просто интересно их будет посмотреть. Я ваш адрес записал, значит, Евдокимов, один, собака, mail.ru, правильно, да? Совершенно верно, да. Ну, спасибо, я вам пришлю письмо, и действительно, мне был бы рад, и спасибо большое за ранее, если вы мне пришлете. Спасибо. Пожалуйста, да. Следующий вопрос. Марковов Александр Владимир Владимирович. Ну, я прежде всего хочу сказать, что очень приятно было увидеть Юрия Келировича среди участников нашей конференции, и очень важно то, что вот исследования в Вене не замыкаются в пределах Москвы и Московской области. Вот, они продолжаются и расширяются в частности вот в Казани. Ну, а по сути, вот доклады и сделанных расчетов я могу сказать следующее, что вот, ну, если есть возможность измерять тепловыделение при помощи калориметра, это, конечно, очень здорово, но не всегда такая возможность появляется. Поэтому во многих случаях приходится вот определять, есть там избыточное тепловыделение, нет избыточного, просто измеряя температурное поле, которое существует в реакторе. Ну, это до сих пор это делалось, ну, так, я бы сказал, на глазок, интуитивно, и вообще очень важно под это, конечно, подвести теоретическую базу. Еще, конечно, вот это все, я бы не сказал, что это все совершенно, но это вот начало работ, которые должны быть. Ну, это не вопрос. Которые имеют, я думаю, значение для наших дел. Давайте дискуссию вечером будем. Спасибо. Спасибо. Значит, мы заканчиваем с этим докладом. У нас еще впереди один доклад. Это Геннадий Тарасенко холодный ядерный синтез в образовании конкреции. Сейчас я здесь уберу. Надо мне его... Где у нас? Я его подключал, почему-то его... Здесь, Здесь, здесь. А, давайте, запускайте вашу презентацию. Ага, сейчас скину. Нет, сейчас я скидываю это. свою презентацию на видео. Хорошо? Не надо скидывать, вы ее запускаете на своем компьютере, а внизу намезается демонстрация экрана. Ага, где это там? Вы сначала запустите презентацию на своем компьютере. На своем компьютере запустите презентацию. Презентация включена? Запустите презентацию на своем компьютере. все отлично сейчас будет работать давай включай замыкаем напряжение падает чуть-чуть на вольт идет разряд сколько сколько она держится вот одну-две минуты две-три секунды замыкаем напряжение падает так все теперь включай вот это вот это включай и вот это не вот это вот это ну что увидели фильм да увидели ничего не понятно вы же ничего не говорите что мы там должны были увидеть не совершенно непонятно ничего не понятно конечно надо же слова какие-то говорить надо было сказать но я виноват сейчас видно мою диссертацию да видно но вы сделайте пожалуй все-таки слова говорите нам диссертацию читать тут времени нету так слова говорите показ слайдов и сначала вот все ну я занимался холодным ядерным синтезом уже давно с 2004 года когда первый раз мы увидели эти конкретные то я уже задался целью что это вполне выполняется именно с шаровыми молниями которые происходят на земной коре вот здесь вот вы видите мои достижения это миллиард 460 миллионов и так далее то есть вся техника которая я пользуюсь всегда выходит на первые места это вот эта новая модель планета я живу в казахстане генератор тарасенко лерн форум тоже на первом месте и вот эти вопросы мне я хотел бы сказать что я так сказать смотрю за всеми так сказать проблемами которые у вас происходит и всегда смотрю за всем этим следующее это моя первая конкреция когда я был на практике привозил людей 2004 году эти мои студенты сейчас у меня как раз была программа онлайн я выходил и читал как раз лекции и вот только сейчас вышел чисто случайно что я попал вовремя и таким образом когда я увидел такой конкрет я сразу понял я работал вместе в 2003 году я был в москве познакомился с уруцкою уруцкою меня сильно так сказать много времени не выделял но мы с ним когда познакомились 2004 пятом году он меня отправил к нашему руководителю бывшему царство небесное и вот с тех пор я занимаюсь этой проблемой ну вполне реально что эти конкреции они могли образоваться в различных нефтегазовых пластах в угольных пластах и так далее и вполне реально что вот эти шаровые конкреции является наиболее более правильным понятием потому что вот эти кадры которые были раньше вот например вот такие вот такая конкреция я не буду пока вперед выходить вперед все иду эта конкреция она создана из угольной из нефтяной конкреции это ледяная то есть конкреция которая произошла за счет нефти и вот эта нефть прямо вот плачет здесь и она вот как раз лежала вот в этих потоках нефти ну для полного полного сходства вот эти конкреции они являются как бы похожим на планету земля и вот если мы возьмем и разобьем это вполне реально что там будет пустота но в этих конкретных пустоты не было и я считаю что многие наша планета она состоит из плазмы то есть в самом ядре находится плазма и ее вращение дает вращение динамомашины и так далее вот с этих позиций я подошел другому начал заниматься вот этими проблемами как они все происходят и так далее был на многих конференциях ездили изучали всякие конкреции на дольменах потом на египетских пирамидах и так далее и также эти конкреции есть во всех во всех геологических шахтерах там в угольные там и так далее то я думаю что следующее следующее действие можно было бы делать и разными путями со связью видимо тарасенко так связь перлалась полностью так надо его спросить что такое конкреция конкреция это сферическое образование вот и все так переводится до конкреция да и есть этот термин который описывает большие там шары из разных материалов часто они делаются из селиться мо 2 вообще известно что я могу пока он там обсуждает я могу зачитать что сейчас считает геологическая наука по этому поводу так критичный период 35 40 миллионов лет назад началось начались начались массовые изверждения и как следствие выбросы лавы сопровождавшиеся разрушительными землетрясениями насыщенные же паром газами потоки лавы и слои пепла подобно горячему компрессу погребли под собой огромной площади земной поверхности им ты и оказались обязаны своим появлением вышеуказанные шары каменные шары при температуре 600 700 сельсия в мощном слое пепла в отдельных местах происходило формирование стекловидных частиц круглая ядрышка из вулканического стекла при своем охраждении вы выделяла разнообразные газы равномерно распространявшиеся во всех всевозможных направлениях от центра кристаллизации и как следствие образующие практически идеальные по форме сферические пустоты вокруг почти каждого такого ядрышка начинали кристаллизироваться соседние частицы заполняющие эти пустоты в результате чего постепенно образовалась практически идеальная сфера состоящая из твердых частиц тире будущий каменные шары но а размер таких шараба разных тел зависели уже от целого ряда факторов от толщины слоя пепла температуры в его глубине особенности его химического состава скорости остывания и другое но вот этот насос который выбрасывал эти пар ну он маленький он быстро исчезнет ну чё если у тебя постоянно растут и накануне пардон одно с другим никак не вяжется нет вяжется потому что у тебя это идет достаточно долгое время это не не разовая штука это там там сотни тысяч лет когда это идет и это приводит к этому и поэтому рассматривать рассматривать эти конкреции как шаровые молнии совершенно бессмысленно пока этого еще не делает пока ты тебя хлеб не отбирает не волнуйся а я не бо не волнуюсь просто на самом деле там есть большие проблемы в почве если делать то там поля для того чтобы образовать какую-то зародыш должны поля быть 10 10 10 12 вольт на метр чтобы хоть что-то там сделать таких полей нету под землей железно-марганцы конкретно как раз они на сейчас вот прибрежной шериховой зоне и как раз добыча их предполагает в общем то вот как раз будущее уже когда исчерпаны будут там будут бывать как раз вот металлы насколько я знаю но хорошо но ведь это не меняет появилась частицах не стали другие говоря просто так вот их массово очень много этой конкреции вот жизнь марганцинга да но это повсеместно да я на паре вот это сказал что в океанах полно этих железно-марганциновых конкреции 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 ну вот это алла корнилова рассказывала что это было чуть ли не открытие века в прошлом году значит когда вот обнаружили там в глубинах океана очень много вот этих вот залезов железно-марганцевых образований ну конкреции чего там сложного то ну вот вот только что ты читал только что читал и хорошую какую-то там вот выдержку нашел и там указывалось про каменные конкреции а мы тут как-то очень плавно и быстро и ловко перескочили на железо-марганцевые и я думаю что это совершенно разные конкреции и разные вещи совершенно то есть еще и конкреции в австралии но в австралии вводится конкреции там считают что там текут подземные воды которые обтекают породы и создают свирические но на самом деле объяснить все эти конкреции почему они свирические можно только только предполагая что идет конденсация и роста зародыша как в этой как во всех этих химических да ну вообще вот это вот все таки все таки вот это вот связано с металлами или это связано с неметаллами вот это важный вопрос простите я хочу добавить немножко они называются по по-английски nodules и они не обязательно круглые но вот скажем если тарасенко появился если если взять еще высокое содержание железный раствор прошу прекратить здесь вот продолжаем доклад тарасенко да 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 сейчас я включу улетел и все я ничего не могу сделать где это самое значит внизу у вас там демонстрация экрана нажимаете мышку вниз и демонстрация экрана а сейчас чего мы ждем то геннадий чего мы ждем открывается еще два часа назад вот я не понять не могу так он сто раз открыты был он сейчас улетел потому что много вкладок было и убрал ну вот надо уметь убирать и не загаживать свой компьютер когда выступать собираетесь а я 19.31 нормально ребята я успеваю 19.31 это когда же мы будем круглый стол проводить нет это у него 19.31 а у нас 17 еще 32 а у меня 19.31 все правильно давайте хватит ляля давайте это что-то там поактивнее чуть-чуть просто у нас один один доклад не состоялся поэтому у нас время сдвинулось на полчаса а у нас дискуссионные а у меня были эти все видим, 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 ладно, видим, видим, давайте разбирайте сделай онлайн все пошло я еще хотел сказать что вот это которое показывало эти фильмы они связаны с тем что там происходило напряжение это отрицательное напряжение то есть когда происходило прострел то получалось что эти специальные известняки они попадали под прострел и так получались вот это напряжение отрицательное напряжение высоковольтное то есть оно было около 7 киловольт а потом опустилось до 2 киловольт вот это я хотел сказать и забыл теперь мы говорили об этом теперь вот когда я начал в свою деятельность наливали нефть искали и так далее налили и это было 16 лет назад и вот мы теперь занимаемся всеми был на соревнованиях на конгрессе международном биологическом в Австралии там искали конкреции здесь вот это первая моя конкреция на 13-ом ICCF вот это моя диссертация один блик только остался вот это наша вся конкреция вся наша компания которая собиралась на ICCF 13 потом конкреции современные были в Индии потом вот последняя конкреция конференция конференция не конференция конференция да я уже запутался я в том плане говорю что на последней конференции и вот пришли к основному выводу что вот эти конкреции они образовываются за счет вот этих вращений в пластах и за счет вращений электрического напряжения в пластах и здесь вот эти маленькие конкреции которые встречаются какие-то конкреции это же как называется окаменелости это животные это палеонтология палеонтология вот в этом плане да это не какие-то конкреции это следы как говорится кальцинированного корпуса вот этих моллюсков ну ладно и самое главное вот эти у нас на Каспийском море часто происходят вот такие мерчи торнадо смерчи торнадо да и вот мне кажется что вот эти торнадо они являются здесь вот еще на на островах где бурят под нефть это Кашаган так называемый тоже вот такие конкреции и все это самое связывается то есть такие торнадо которые происходят в Мексиканском заливе и так далее то у нас тоже на Мангришлаке начинает вот это все процветать то есть чем больше мы добываем нефти тем хуже из-за этого я вот говорю о том что давно пора уже найти новую энергию то вы что-то никак не можете найти придется нам геологам искать геофизикам и вот такие конкреции являются на Мангришлаке прям вот несколько пластов видите раз два три там еще четыре вот сюда идет еще где-то семь семь каналов это как цилиндрические конкреции это как колбаса идет вот так колбаса и разбавлены этими различными ну природой там выветривание и так далее что они размечены размечены расходятся между собой и так далее но теперь теперь можно говорить о том что вот эти конкреции смотрите они какие вот тянутся все разные они но все равно видно такие маленькие конкреции которые падают и лежат и здесь можно сказать что вот эти конкреции они являются именно связанные в полостах непосредственно во время своего захоронения и за счет этого можно говорить о том что если эти конкреции каким-то образом образовывались из шаровых молний и так далее из линейных молний там цилиндрические молнии и это все связано именно с этими проблемами и вот эти конкреции которые встречены в степи я их много видел там ходили на практику проверяли но везде тоже отмечаются трилобиты различные ракушки и так далее то есть полинология так называемые которые сохранились в юрское время и так далее все это связано именно с конкрециями но их не их не производство не связано с тем что как бы там камень был или там косточка или тот же как сказать конкреция которая навязывается на эту саму на саму эту конкрецию и навязывается накручиваться эти плазмы нет мне кажется что этого не может быть вот даже шаровые конкреции у нас в городе город актау вот Каспийское море здесь вот идут пароходы там и так далее и вот это все поле тоже конкреции идут вдоль берега потом поднимается вверх и мы там видим где шаровые там есть пещера и они там выходят на поверхность вот если представить что вот эта шаровая конкреция это шар видите шар и это говорит о том что здесь все таки были какие-то то ли молнии то ли плазменные образования и так далее и когда все это происходило и когда я искал выход на ваши это в Дагомесе потом в этих других странах где я был мне кажется что все таки это может быть только конкреции только конкреции не должно быть каких-либо других влияний которые бы могли испортить это чудо природы но получается так что мы думаем что по старому то есть это были эти фиксизм мобилизм фиксизм всегда говорил о том что здесь они образовались самостоятельно так сказать фиксизм сегментационные и так далее я думал фиксизм фиксизм какое слово вы использовали фиксизм или что фиксизм 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 мобилизм то есть а если с точки зрения мобилизма то это происходит в таких пустотах вроде бы как бы если с мобилистской позиции то это должны быть только шаровые молнии и вот таким образом я подошел к тому что мы делали опыты делали различные опыты но я так как закончил заканчивал кандидатскую я писал о нефти как образовалась нефть и так далее а теперь я начал читать различные статьи где говорится о том что вполне реально что нефть образовывалась из электричества за счет плазмы вот это схема меня как раз это поднимает на дух чтобы сделать это развитие то есть надо смотреть видите вот здесь это волгоградские конкреции волгоградские конкреции и здесь пустота прям в этом там есть даже мальчики залазили туда и так далее и таким образом все происходило то есть вот эти конкреции забиты песком внутри самой же железомарганцев конкреции как они там могли оказаться вот я хотел это узнать и доказывал базил везде но никто не занимался геологией и никто не хотел заниматься так сказать самими конкрециями самими такими образования как железомарганцев конкреции и так далее которые из чего они образовались тоже до сих пор не знаю там же много и ваши тоже там как его в руду не в руду не приводили он там рассказывал где там и алмазные корки и вот эти песчаные и т.д. т.п. о чем я говорил еще в 2004 году и из-за этого я начал собирать этот материал и думал как это можно все присвоить для получения новой энергии получения новой энергии как видите нефти у нас много и если мы ее заполнять будем различными препаратами там вроде глины писяника известняки и так далее то мы получим вот это отрицательное напряжение и вот таким образом мы можем достать то что вы ищите за счет водорода и так далее но мне кажется что вы хотите идти по термоядерному пути но у вас ничего не получается в течение 30 лет но если вы пустите все это дело именно с геологических позиций с геофизических и так далее мы тогда больше поймем и больше будем понимать чем вы сейчас понимаете о том что что-то ищем а сами не можете найти и я вот ездил из-за того чтобы понять вот это все что в моей голове могло бы что-то уложиться чтобы я понял о чем они говорят теперь я уже понял что говорят о том что они хотят сделать как термояд типа холодный ядерный синтез и так далее вот я считаю что холодный ядерный синтез должен быть именно с геологических позиций вот эти вот эти конкретные сделали это различные общие понятия об этих понятия в том плане что они содержатся из углерода кислорода алюминий и так далее и получается сто процентов если здесь посмотреть когда увидите эти данные посмотрите потому что это долго рассказывать здесь то же самое второй третий там тоже ну там кислород алюминий все это самое светится это третий подарок где робы первая вторая третья и таким образом мы но это конкреция конкреция платиновая или как что-то забыла и таким образом мы получили берили берили конкреции и получили такие данные даже сейчас со мной всегда ездил часто Высоцкий Володя вот он всегда говорил что-то туда-сюда а теперь говорит о а я занялся конкрециями оказывается там такие пробы и они везде разные в разных местах я говорю о молодец не видно низ анализ а низ покажи анализ низ да где вот данные анализы там есть низ низ есть здесь не появляется там ниже есть ниже ниже увидишь ну так ты можешь поднять картинку нет она уже зашторенная когда ты откроешь ее чисто ты увидишь понял а это ее вы только можете открыть мы открыть ее не можем он пришлет пусть пришлет презентацию да есть сереже присылал ну и мне пришли еще и тебе прислать я тебе говорил давай ты не захотел у тебя дочка болела кто виноват тебе сам виноват вот смотри теперь вот это мой реактор вот я реактор делал как я вот этот болт сделал последний чтобы он сам крутился и так далее а этот болт он закрученный его никак нет то есть зазор чтобы взять вот здесь между стойками можно было бы сделать очень хорошие вещи но не получается в том плане что чтобы сделать ровно она никак не получает там все равно два-три миллиметра плюс туда-сюда никак а здесь я сделал таким чтобы можно было крутить и я вот это получил напряжение отрицательное напряжение что-то у вас про отрицательное напряжение вообще ничего нет хотя уже здесь идут многие позиции по отражению по отрицательному напряжению и вот здесь как раз я вот этот когда делал вот этот фильм то я получил вот это отрицательное положение мне уже написали статью об этом но я что-то не понимаю как это все делается чтобы все сделать правильно и вот я хотел еще показать вот эти ларки сделаны здесь они как раз в современное время происходили понимаете и что оно здесь опять крутится в современное время происходит как бы они растут сейчас это как типа карфагены вот как же это называют забыли и вот здесь вот эти палеозойские конкретные они находятся в соляных куполах прикаспийской впадины это в районе кульсаров там находится такое не магнитное как сказать карьер был брали там это асфальт асфальт вот сейчас просмотрите вот это асфальт как раз брали и вот здесь вот эти конкретные это в районе кульсаров а то что я вам показывал это эти были конкретные нашего мангешлака мангешлака вот такие конкретные они везде происходят и по идее надо брать вот эти конкретные и забивать вот эти реакторы и так далее и делать напряжение но у меня нету напряжение вы видели какая у меня статья статья какие напряжения которые я сейчас сделал то там нет никаких приборов ничего нет я делаю все самостоятельно на своих это самое пальцы и так далее вот эти вот конкретные они прям как раз в пазе лежат и так далее они вот так происходят вот видите какие конкретные и вот еще конкретные трилобитовые вот вот здесь трилобит он прям скрутился весь видите раз два три трилобиты вот они друг друга крутят друг и вот здесь дальше идет конкретция по ну что ты будешь делать а вот эта конкретция по джингилдэй они как раз там находятся в ядре до восьмидесяти восьми и семь десяток процентов вот это единственная конкретция такая была вот мы брали его отсюда вот отсюда брали там искали ну не знаю может быть что-то неправильно замерил или еще что-нибудь самое большее это вот конкретция они находятся в этих пластах они выходят за счет тектоники плит выходит на гору на само саму каратауский мегавал и таким образом получается вот эти все конкретные которые выходят на поверхность вот здесь она вот создал вмещающая порода это шеркала шеркала уже другая это самое там где-то 92 процента и внутри шара 56,3 и вот эти шаровые конкретции такие еще сделаны это шеркала шеркала кажется так и вот здесь тоже ее а нет шеркала вот это это как раз конкретции поля как это называется юрско-меловые это известняками сложен до 50 процентов достаем вот здесь главное что вот эти шары которые находятся вот в этих конкретциях они здесь присутствуют и я очень интересно было чтобы на Мангешлаке мы таких конкретций не видели но конкретции как бы брали но конкретция она такая мягкая вся туда-сюда и вот из-за этого я из-за этого я подошел к этому штуку чтобы вас убедить в том чтобы вы начали смотреть на геологию на геофизику потому что у вас осталось пять минут ага и это и таким образом можно сделать переинтерпретировать свои понятия подойти к другому и сколько вам раз говорил везде на конференциях и так далее все на меня смотрели так ну на это ну а теперь если я вот нашел это отрицательное напряжение я не знаю как она правильно неправильно называет но то что вот это происходит я это сам увидел и вы сами увидели и когда посмотрите там этот фильм вы должны понять что нужно по другому пути идти нужно искать другие пути исследования ну вот и все наверное хорошо кто кто хочет задать вопрос можно мне задать фирман отрицательное напряжение имеется ввиду что это механическое или электрическое электрическое ну тогда все ясно абсолютно правильно правильно сказал да 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 очень хорошо все понятно а спасибо Тарасенко уберите свою демонстрацию для этого надо сверху нажать на красную клавишу у себя на компьютере вот молодец выключен Евгений Андреев поднял руку прошу вас задавайте вопрос вот какой возраст вот этих все таки вот камней да вот их образование мне вот Юрско-Миловые и Палеозоицкие в Прикаспийской впадине вот если они образовались как говорите путем вот этих плазменных и прочих процессов то они должны образоваться мгновенно единовременно а тут получается что вот все эти набор корней весь берег получается по вашему модели они должны образоваться единовременно что это нереально на таком побережье там все они одного возраста я так чувствую несколько миллионов лет они одновременно должны были возникнуть нет они образовывались на глубине далеко на трех-четырех километров а потом через некоторое время через миллионы лет это этот пласт идет на Каратауские горы и выходит на поверхность которую вы видели последний слайд он выходит на поверхность и выходит оттуда конкреции понимаете они не образовались там на местности в морях и так далее это континентальные конкреции которые образовались именно в этих геологически они образовались одно и то же время получается да геологическом масштабе нет она образовалась 100 миллионов лет назад а потом вышла только поняли если 100 миллионов вышло там есть трилобиты различные эти самые полинологические анализы при котором вот эти процессы изучают вот эту породу понимаете она не сразу образовалась на поверхность она внизу образовалась на 5-6 километров а потом вышла только на поверхность просто вот возраст геологической вот центральной части этого шара да вот и наружной части они различаются по времени если я измерюсь скажем изотопным методом к примеру центральная часть я ничего не делал пока еще ничего такого не было я вот вышел сколько времени сам шар развивался 100 миллионов лет назад а потом только вышел на поверхность поняли геннадий вы не понимаете вопрос вы вопрос не понимаете вы слушаете человека вы вопрос совершенно не понимаете он спрашивает сам шар сам шар вот этот вот диаметром один метр например порядок такой он образовался 100 миллионов лет назад на вопрос Юрия Евгакимова он образовался одномоментно или в течении длительного времени и один шар это 100 миллионов 20 миллионов даже есть маль cancersки и так далее они образовались давно-давно 20 миллионов почти не сколько лет назад а сам шары в течении какого времени сам шар образовывался вот вопрос как я откуда знаю сколько он образовался Вот это и есть ответ. Все, ответ получен. Вы узнаете. Спасибо. Евгений Андреев, задавайте свой вопрос. Мне очень нравятся два параметра докладчика. Первое – энтузиазм. И второе – наблюдательность. И попытка объяснить с точки зрения геологии явления, которые имеют чисто физическую сущность. Вопрос заключается в следующем. Как Геннадий считает, конкреции могут быть только сферическими, закономерно сферическими, там слоистые, естественно, у него, или они могут иметь другую, точно такую же слоистую форму. Но форма другая. Это легко, как геологу, у него должна быть информация о додекаэдральных алмазах. Евгений, он показывал другие формы. Вы не обратили внимания. Он показывал другие формы. Нет, ну почему? Я вам хочу сказать, что вот эти шаровые конкреции, если сделать все по уму, все будет на высоком уровне. В том плане, что эти конкреции, если их воспроизвести первоначально, получая типа шаровых молний, или плазмы, или еще чего-либо, тогда мы получим вот это все, о чем я думаю. И они могут иметь разную тарелку, и тарельчатые, и игольчатые, и еще какие-то там всякого разного, это самое, бывает. Разного, разного бывает. Разноформа. У вас с русским языком проблем. Вы там на каком языке говорите, Геннадий? Да это, не обращайте внимания. Потому что я вижу, вы русский подзабыли уже немножко. Ну есть, есть, есть немного. Я пока не вижу никого, кто бы поднял руку. Что, уже вопросов нет? Устиныч есть, Устиныч. Рука поднята. У кого? У Устиныча, Борис Устиныч. Мы с ним в 2006 году, помню, спорили хорошо о земле. Борис Устинович, да, если вы хотите спросить вопрос, давайте. Я задам вопрос такой. Слышал ли, уважаемый докладчик, такое название образований, которое он показывал, которое во всем мире используется? А используется для его формы шаров не слово конкреции, а слово траванты. Траванты, знаю, есть в Болгарии и так далее. Но это совсем другое. Траванты эти не растут. Траванты и растут. Есть в Москве, вот у нас тут в Коломенском овраг, где есть такие траванты древние. Траванты – хорошо изученный объект. Но теории, конечно, нет при этом, к сожалению, до сих пор. И ваша идея, что это может быть связано с шаровыми молниями, она, пожалуй, ближе всего подходит к сути дела. И я об этом немножко скажу в своем докладе посезавтра. Спасибо большое. Вот много путаницы, не то название используется в докладе. Конкреция, конкреция – это обычно маленькие геологические образования, но занимающие большую площадь или большое объем. А траванты – это вот такие единичные, шаровидные, разных размеров образования. Которые загадочные. До сих пор никто не знает, как они образовались. Хорошо. Я так понимаю, что больше никто не поднимает руки. Сегодня мы выполнили программу ровно прямо в срок. Поэтому хочу поблагодарить всех докладчиков. И мы сегодня завершаем дневную, так сказать, сессию. Круглый стол будет в 19.00, я так понимаю? Ну да, раз время нормально, в 19.00, да, начнем, да. Единственное, что я буду в это время в дороге, поэтому… Не волнуйся, я проведу круглый стол, не волнуйся, да. Ну тогда всем спасибо, и я завершаю конференцию, правильно? Да, завершаю заседание конференции, да. До свидания всем. Спасибо за хорошее проведение. Спасибо, Саша. Спасибо. Спасибо за много. Спасибо. Спасибо, Борис. Спасибо. Продолжение следует...